конечно всем хочется быть неожиданными и узнаваемыми завоевывать общественное мнение все вопрос как для того чтобы это делать достойно очень многое надо им уметь не умея заниматься этим кроме скандала очень получится а сейчас я обращаю внимание на то что в общем конечно все торопятся все торопятся прежде быть знаменитыми потом что-то научиться если вообще получится научиться путь вот этого образования любого человеческого художества он не такой короткий он длинно размером в жизнь потому что мы всему учимся в течение всей своей жизни да и те открытия которые вдруг нам удается сделать да они требуют очень серьезной подготовки и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василий Андреевич Тропинин родился в 1780 году в селе Карпово в Новгородской губернии. По происхождению Василий Андреевич был крепостным крестьянином. Сначала он принадлежал графу Антону Сергеевичу Миниху. Когда Тропинину было еще немного лет, одна из дочерей. Графы Миниха выходят замуж за дворянина московской губернии Ираклия Ивановича Моркова. И юного крепостного в качестве приданного невесты передают Ираклию Ивановичу Моркову. Конечно, Василий Тропинин никогда не был крестьянином, работающим в поле. У мальчика уже с детства были заметны художественные способности. Когда Тропинину было 15 лет, Морков отправил его учиться в старицу, в Санкт-Петербург. Но только, конечно, не живописи, а кондитерскому искусству. Большую часть своего времени он был вынужден посвящать изучению основ кондитерского мастерства, но все-таки находил какие-то моменты для того, чтобы ходить на занятия в Императорскую Академию Художеств, где числился приходящим учеником. В 1799 году двоюродному брату Ираклия Моркова удалось уговорить своего кузена отдать Василия Тропинина на обучение в Академию Художеств. С этого времени Тропинин становится постоянным учеником, художник Степана Семеновича Щукина и живет в его академической квартире. В 1804 году Тропинин создал картину «Мальчик, тоскующий об умершей птичке». Птичка во многом была, конечно, символом свободы, и мертвая птичка в руках у юноши в исполнении крепостного художника говорил о том, насколько сложным был его путь к свободе. Здесь символика была, конечно, достаточно очевидной именно для человека того времени. На выставке Академии Художеств она произвела серьезные впечатления на императрицу Елизавету Алексеевну. Сразу после этого в судьбе Василия Тропинина происходит очень неприятный поворот. Его учитель Щукин начал видеть в своем ученике опасного конкурента и решил от него избавиться. Он написал письмо графу Муркову, в котором заявил о том, что после пяти ни много ни мало лет обучения обнаружил, что у Тропинина нет никакого особого таланта и попросил помещика отозвать своего дворового человека из Академии Художеств. Мурков последовал этому совету, он отзазвал Тропинина из Петербурга и приказал ему переехать в свое украинское имение село Кукавка. Тропинин, конечно, был далеко не рядовым припасным, он был доверенным лицом своего помещика Иракия Ивановича Муркова. Часто по его поручениям он ездил в Москву и в Петербург. В Москве Василий Андреевич общается со многими людьми, в том числе можно назвать Николая Михайловича Карамзина, Ивана Ивановича Дмитриева, известного баснописца и одного из первых сатириков в русской литературе. В то же время он пишет портреты участников, героев Отечественной войны 1812 года, в том числе Павла Алексеевича Тучкова и некоторых других генералов. 1812 год для Василия Андреевича был очень драматичным. В ходе московского пожара сгорел московский особняк графа Муркова, в стенах которого и находилась большая часть ранних произведений Тропинина. Известно их примерное количество, их было более 600, и почти все они погибли именно в ходе московского пожара. После того, как французские войска были изгнаны из пределов Российской империи, Ираклий Иванович Мурков окончательно уходит в отставку с военной службы, поселяется в Москве и начинает восстанавливать свой особняк на Большой Дмитриевке, в чем ему активно помогает и Василий Тропинин. Постепенно имя Тропинина становится очень известным и в Москве, и в Петербурге, но еще довольно долго он остается крепостным крестьянином. Только в 1823 году, когда Василию Андреевичу исполнилось 43 года, он на Пасху получает в подарок от своего помещика вольную грамоту. После того, как Василий Андреевич получил вольную, он почти сразу отправился в Петербург и представил на суд Совета Императорской академии художеств несколько картин, одной из которых была знаменитая кружевница. В 1823 году Василий Андреевич получает звание назначенного в академике, а в следующем году за портрет медальера Карла Леберихта его удостоили уже и звание действительного академика Императорской академии художеств. Неоднократно на протяжении своей творческой биографии Василий Тропинин становился жертвой интриг со стороны своих же коллег-художников, и к тому же Тропинин был по происхождению крестьянином, Петербург был для него, наверное, достаточно чуждым городом, даже по своему внешнему виду, а вот Москва, которая в то время все-таки была в определенном смысле большой деревней, для Тропинина была гораздо ближе. По этим причинам Василий Андреевич и принимает решение постоянно поселиться не в Петербурге, а именно в Москве. В 1824 году он снимает квартиру на Волхомке и еще через два года переезжает в дом, который находился по соседству, в котором одновременно размещается и мастерская художника. Мастерская Тропинина на Волхомке становится постепенно одним из центров культурной жизни древней русской столицы. В этой же мастерской в 1827 году был написан знаменитый портрет Кушкина. Можно встретить утверждение о том, что портрет Тропинину был заказан Соболевским, который хотел преподнести его в подарок Пушкину. В действительности дело обстояло ровно. Наоборот, заказчиком портрета был как раз сам Александр Сергеевич, который хотел подарить свое изображение другу, отправлявшемуся в долгое заграничное путешествие. После того, как Соболевский в 1834 году вернулся в Москву и в доме своих друзей Киреевских Елагиных обнаружил, что тот оригинальный портрет, который он оставил у них, отправляясь в путешествие, подменен копией. Прошло около 20 лет, и младшие друзья Тропинина вдруг обнаружили в лавке старьевщика в центре Москвы портрет, который и был тем исчезнувшим изображением Пушкина кисть Тропинина. Знаменитый автопортрет Василия Андреевича Тропинина, созданный в 1844 году по заказу Московского художественного общества. Автор ставит перед собой несколько сложных задач и блестяще их разрешает. Очень интересно здесь сочетание источников. Освещение. Если свет на пейзаж, на вид Московского Кремля падает сверху, то свою фигуру художник в основном освещает снизу. Если мы внимательно присмотримся к воротничку Тропинина, то можем заметить, что там нет единого цвета. Он составлен из большого количества разных оттенков. Неудивительно, что автор изображает себя в повседневной рабочей одежде. Автопортрет и создавался в рабочей мастерской художника на Волхонке. И даже в руках Тропинин держит орудие своего труда. В одной руке мы видим палитру с кистями и красками, а в другой – трость. Муштабель. Такие трости художники используют при создании картин большого масштаба. С их помощью удерживают рабочую руку в одном и том же положении при работе над определенной частью большой картины. Не случайно Василий Андреевич изображает себя именно на фоне московского Кремля. Можно назвать своего рода декларацией. Здесь художник и провозглашает – я московский портретист. Я сейчас уже любимый портретист всей Москвы. На автопортрете Василия Андреевича Тропинина мы можем заметить еще одну очень интересную деталь – кольцо на мизинце. Тем более явно эта часть руки выставлена на показ. Вполне возможно, что это говорит о том, что Василий Андреевич был членом масонской ложи, как и очень многие известные люди в то время, например, Александр Сергеевич Пушкин. И по преданию как раз в 1827 году, когда в этой мастерской Тропинин писал портрет Пушкина, то, увидев у поэта очень длинный ноготь на мизинце, Тропинин, понимающий, подмигнул. А Пушкин как раз погрозил ему этим мизинцем и тем самым сказал, дескать, не болтай. Таким образом, два крупных деятеля русской культуры того времени узнали друг в друге масонов. Надо сказать, что это не единственный вариант знаменитого автопортрета Василия Андреевича Тропинина. Они находятся в Государственной Третьяковской галереи в Москве, в Саратовском областном музее. И их объединяет одна черта – все они в целом гораздо более мрачные, чем этот первый вариант. Автопортреты, они написаны уже в более поздний период творчества и жизни Василия Андреевича Тропинина, когда его путь подходил к концу. Портрет девушки, плетущей кружева, является визитной карточкой Василия Андреевича Тропинина. Даже если кто-то и не помнит имени и фамилии самого художника, тем не менее, с картиной, конечно, знакомы. Нередко, когда люди приходят в наш музей, они удивленно смотрят на эту картину и говорят, ведь что-то подобное мы видели и в Третьяковской галерее. На самом деле сейчас достоверно известно семь вариантов кружевницы, которые точно написаны самим Тропининым. Картина быстро стала очень популярной, Василию Андреевичу часто заказывали делать ее повторение. И действительно, сочетание тонов, красок и даже выражение лица у тропининских кружевниц достаточно сильно отличаются друг от друга. На портрете кружевницы мы видим тот образ, который искусствоведы давно уже называют идеальным женским образом Василия Тропинина. Василий Андреевич нашел его еще в ранний период творчества. Один из самых первых образцов обращения художника к такому образу – портрет девушки-украинки, собирающей сливы, типичный для Тропинина украинского периода сюжет. В этом зале мы можем встретить и еще один портрет, на котором тоже можно заметить. Идеальный женский образ – это произведение более позднего московского периода в творчестве Василия Тропинина. Портрет девушки с горшком роз. Здесь очень интересно скрыта подпись художника. Как вы думаете, в какой части картины здесь может быть скрыта подпись автора? Подпись сделана неотъемлемой частью картины, а не выделяется как нечто внешнее и инородное. Здесь, конечно, прослеживается влияние Карла Павловича Брюлова. Отношения между Тропинином и Брюловым были очень тесными, дружескими. Даже когда несколько москвичей просили Брюлова написать их портреты, то он им отказал под тем предлогом, что, дескать, у вас же есть Тропинин, на что здесь я вообще могу сгодиться. Платон Николаевич Зубов изображен в домашней обстановке и в домашней одежде, в халате. Вообще-то, существовало такое определение, как халатный портрет. Но халатный портрет все-таки отличается определенными характеристиками, далеко не всем из которых данный портрет отвечает. Это очень сложное экспериментальное произведение в творчестве Василия Андреевича Тропинина. Почти всегда Василий Андреевич дает нам возможность встретиться взглядом со взглядом модели. Здесь почему-то он нас такой возможности лишает. Граф Платон Зубов отличался очень резким, пронизывающим взглядом. Василий Андреевич сознательно решил избавить зрителя от необходимости встречи с подобным взглядом. Василий Андреевич был одним из первых русских портретистов, которые всерьез обратились к изображению представителей низших слоев общества. Это вовсе не удивительно, поскольку он и сам происходил из крепостных крестьян. КОНЕЦ Портрет Самсона Ксенофонтовича Суханова. Человек с уникальной яркой судьбой. Он происходил из Вологодской. В губернии в юности перепробовал много профессий. Был и бурлаком на Волге, и моряком, китобоем на Северном Ледовитом океане. Но достаточно рано он нашел себя именно как мастер-каменотес. Сколотил артель. Работе этой артели принадлежат такие знаменитые произведения, как Александрийский столб в Петербурге, колонны Исаакиевского и Казанского соборов, а в Москве постамент памятника Минину и Пожарскому. Но даже руки Суханова на портрете – это скорее не руки каменотеса, а руки художника. И сам лик Самсона Ксенофонтовича напоминает лики библейских старцев. Нередко исследователи усматривают на этом портрете и элементы масонской символики, поскольку каменщик опирается здесь на кирку. На свой рабочий инструмент масонов и называли изначально вольными каменщиками Самсона Ксенофонтович Суханов. Он ведь принимал участие в создании Казанского собора, который в самой своей архитектуре и в деталях буквально пронизан. Масонскими идеями, масонской идеологией. Очень долго Тропинин жил на Волхомке, около 30 лет, но все-таки к 1850 годам художник сумел скопить определенную сумму денег и приобрести свой собственный дом. Но в этот собственный дом Тропинин переехал уже после смерти жены Анны Ивановны и, конечно, полностью оправдаться уже от последствий этого он не сумел. И в 1857 году в собственном доме художник умирает. Похоронен был Тропинин на Ваганьковском кладбище. Могила его сохранилась до нашего времени. И, что интересно, совсем недалеко от могилы художника находится могила его бывшего хозяина, графа Моркова. Таким образом, судьба уже после смерти вновь свела этих людей вместе. Творчество Василия Андреевича Тропинина имеет очень важное значение не только для изобразительного искусства, но и для истории России. Тропинин был мастером домашнего портрета, стремился изображать людей в непринужденной домашней обстановке. Благодаря нему мы хорошо себе сейчас представляем то, как выглядели не только люди выдающиеся, но и люди самые обычные, самые рядовые. Ведь в то время фотографии да геротипы только появлялись, а вот портреты были основным способом передачи изображения человеческой внешности. И, конечно, Василий Андреевич Тропинин в этом отношении был мастером непревзойденным, во всяком случае, для своего времени. Старинный род Партинарии славился как один из самых уважаемых родов Флоренции. Представительницей этого семейства была и Беатричи, вошедшая в историю как муза и возлюбленная великого Данте. В 15 веке Партинари возглавляли европейские филиалы банков, принадлежавших всесильным правителям Флоренции Медичи. Руководитель филиала в Брюге Томазо Партинари знал толк не только в финансах, но и в живописи. Ему особенно нравились творения мастеров Северного Возрождения, а потому он охотно делал заказы у крупнейших фламандских мастеров эпохи Ганса Мемлинга и Гуга Ван Дергуса. Именно к Ван Дергусу Томазо Партинари и обратился с просьбой написать грандиозный алтарь для Флорентийской церкви Святого Егидия при госпитале Санта Мария Нуова, которому семья Партинари покровительствовала уже несколько веков. Огромный алтарный триптих, его ширина около шести, а высота более двух с половиной метров, должен был изображать евангельский сюжет – поклонение пастухов младенцу Иисусу. Так как в Писании этому событию посвящено всего несколько строк, художники по традиции изображали сцену поклонения, опираясь на апокрифические источники, устные предания и откровения мистиков, в том числе видения Бригитты Шведской. Как и другие живописцы, помимо главных действующих лиц, Ван Дергус вел в свою композицию и повитух, и явившихся, когда дитя уже появилось на свет, и животных – вала и осла. Обувь, снятая с ноги Иосифа и лежащая рядом, отсылает к тексту Ветхого Завета «Скинь сандалии твои, ибо ты стоишь на святой земле». На картинах нидерландских живописцев, изображающих Рождество, главные персонажи обычно располагались параллельно переднему плану. Так строил композицию Ироген Ван Дер Вейден. Ван Дергус отошел от этого негласного правила. В алтаре, заказанном партенаре, он смог добиться трехмерности изображения. Поклоняющиеся младенцу пастухи начисто лишены идеализации. Их лица грубые, некрасивые и очень реалистичны. Таких можно было встретить и в Нидерландах 15 века, и в Иудее во времена Христа. Пастухи у Ван Дергуса являют собой аллегорию трех возрастов человека. Это юность, зрелость и старость. Каждая из них по-своему воспринимает чудо пришествия в мир Спасителя. Это путь от изумления и любопытства к благоговейной и глубокой вере. Марию, Иосифа и пастухов, пришедших поклониться младенцу Иисусу, художник изобразил в полный человеческий рост. Композицию дополняет соном ангелов. Бледность их лиц подчеркивает бестелесную сущность небесного воинства. На боковых створках алтаря Ван Дергус разместил изображение колено преклоненных донаторов и их святых покровителей. Томмазо Партенари с двумя сыновьями и святыми Фомой и Антонием Аббатом занял место слева от сцены Рождества. На правой створке триптиха его супруга Мария и их дочь в сопровождении Марии Магдалины и святой Маргариты, попирающей дракона. Жена заказчика, урожденной Марией Баранчелли, одета в то же платье, что и на парном портрете, написанном десятилетием раньше Гансом Мемлингом по случаю ее бракосочетания с Томмазо Партенари. По предположению некоторых исследователей, Ван Дергус писал ее не с модели, а именно с портрета своего коллеги. На переднем плане центральной части алтаря – один из первых натюрмортов в истории европейской живописи. Его символика полна значения. Сноб пшеницы, расположенный параллельно фигуре только что рожденного младенца, напоминает о таинстве Евхаристии. Белые ирисы и фиалки – символы непорочности Девы Марии. Водосбор – ее слезы. Кроваво-красные гвоздики говорят о будущих страданиях спасителя. Лилия является геральдическим цветком Флоренции, начиная с 1251 года. Когда шедевр нидерландского мастера прибыл из Брюгге во Флоренцию и был установлен в храме святого Егидия, его по достоинству оценили итальянские живописцы. Их восхитили и работа Ван Дергуса со светом, и композиция картины. Позы пастухов, изображенных на алтаре Портенари, помогли Доминика Герландае в его работе над картиной с тем же сюжетом. По мнению некоторых искусствоведов, композиционное решение Ван Дергуса могло впечатлить и молодого Леонардо да Винчи, работавшего над своей версией «Поклонение волхвов». Судьбы художника и его заказчика в дальнейшем сложились не слишком благополучно. Заключив ряд неудачных финансовых сделок, Томмазо Портенари утратил доверие Медичи, филиал банка в Брюгге был закрыт. Со временем некогда успешный банкир обеднял настолько, что после его смерти сыновьям пришлось отказаться от наследства, состоявшего по большей части из долгов. Гуго Ван Дергус, находящийся в зените славы, вскоре после завершения алтаря Портенари, впал в депрессию. Попытка исцелиться от внутренних демонов привела его к решению принять монашество. В монастыре великого живописца посещал будущий император Священной Римской империи Максимилиан. Художник, лучше которого, по словам монастырского летописца, не было по эту сторону Альп, продолжал творить. Однако его последние годы оморочал душевный недуг, который братья-августинцы пытались врачевать музыкой. Увы, тщетно. Гуго Ван Дергус ушел в вечность в 1492 году. После себя нидерландский мастер оставил совсем немного работ, но его алтарь, написанный по заказу Томмазо Портенари, стал вехой в истории искусства, мостом, связавшим итальянский ренессанс с мастерами Северного Возрождения. Этот шедевр нашел свое достойное место в храме искусства, галереи Уфицы во Флоренции. Сейчас мы говорим, такие великие мастера прошлого, как, например, Джотто, Караваджо, Микеланджело, да и другие гении, открыли новые пути в искусстве. Но ведь и наши современники стремятся открыть новые пути, а некоторые из них действительно меняют сам способ понимания искусства. Каковы приоритеты современного искусства? Определить непросто, но могу сказать, что, несомненно, одной из очень актуальных тем стала проблема глобализации. Это новая система ценностей, которая не подразумевает различий между центром и провинцией, и которая не ставит в приоритет западное искусство. Наоборот, вперед выходит искусство Востока. Мир предлагает воспринимать искусство как единый процесс, который преодолевает границы национальной принадлежности. Ну а куда приведет глобализация? Пока сказать трудно. Николай Рейх начал интересоваться историей Древней Руси с юных лет. Еще в гимназии он принимал участие в археологических раскопках, а свой диплом выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского университета он посвятил вопросам правового положения художника в Древней Руси. Кроме университетского образования Николай Рейх получил и художественное. Он окончил высшее художественное училище, где его педагогом был архип Куинджи. Одной из главных в творчестве молодого живописца стала тема славянской культуры. Писать картины, посвященные древнерусской истории, Николай Рейх начал еще в студенчестве. О своих планах создать цикл работ, которые объединило бы название «Славянская симфония» или «Начало Руси-славяне», он подробно рассказал уважаемому критику, знатоку истории Владимиру Стасову. Рейх не раз посылал ему свои зарисовки, стремясь получить советы и лучше узнать о подробностях древнерусского быта. Для того, чтобы историческая картина производила впечатление, писал Рейх, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху. Надо изучать древнюю жизнь как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь. Начало своему циклу Николай Рейх положил, создав работу, которую в 1897 году представил на дипломе при окончании Высшего художественного училища. Он дал картине название «Гонец. Восста род народ», заимствовав фрагмент цитаты из повести временных лет. И восстал род народ, и были среди них усобицы, и начали сами воевать друг против друга. Николай Рейх ожидал огромный успех. Его дипломную работу прямо с выставки приобрел для своего собрания сам Павел Третьяков. Знаменитый коллекционер очень заинтересовался планами молодого талантливого художника о создании славянского цикла и даже пообещал приобрести его новые полотна. Этим планам Третьякова не суждено было осуществиться. Через год он ушел в мир иной. Похвала Третьякова вдохновила Рейха. Он продолжил работу в Париже, куда отправился, чтобы совершенствовать мастерство в студии известного художника-реалиста Фернана Кармона. Во Франции он написал картину «Заморские гости», в которой символически рассказал о прибытии варягов на Русь. В свое время сам Рерих, чья фамилия по одной из версий восходит к Рюрикам, совершил путешествие по воде из варяг в греки, чтобы лично почувствовать атмосферу давно минувших событий. Чудно и страшно было сознавать, что по этим же самым местам плавали ладьи варяжские, делился он своими впечатлениями. Картина имела такой успех, что Рерих выполнил несколько ее версий. Новые полотна «Город строит» и «Строит ладьи» вызвали волну критики. Не понравились они и Стасову. Зато среди тех, кто Рериха расхвалил, оказались Василий Суриков и Валентин Серов. Именно он настоял, чтобы «Город строит» приобрела Третьяковская галерея. Восхищался картиной Сергей Дягилев. Рерих вспоминал, «Во время выставки «Мира искусства» 1903 года, поздним вечером, я совершенно перестроил «Город строит». К полуночи пришел Дягилев. Увидев перестроенную картину, он схватил мою руку. Ни одного мазка больше. Вот это сильное выражение. Долой академические формы. О картине «Сходятся старцы» Рерих написал в дневнике. «Сходились старцы. Под вековой раскидистый дуб к священному костру. Недалеко от деревни Озертицы, близ которой были вскрыты курганы, от X до XIV века мне было указано место и остатки корней огромного дуба. Как говорят прежде, этот дуб пользовался уважением всего края. По исконному обычаю окружные деревни собирались к нему по праздникам». Глубокие знания и художественное читье помогали художнику предугадывать будущие археологические открытия. «Здесь мы о большой древности», пояснял Рерих картину «Изба смерти», «Погребение по Нестору», «На столбах, при путях, избы славянской старины». Археологи обнаружили древние домовины для захоронения умерших лишь три десятилетия спустя. После успеха своих первых славянских картин 25-летний Рерих писал «Я мучим несбыточную мечтою, чтобы мне предоставили зал какого-нибудь музея, чтобы написать в нем «Начало Руси», покрыть все стены живописью от пола до потолка, чтобы вошедший в это помещение сразу переносился в эту поэтичную эпоху». Столь грандиозный замысел так и остался несбыточной мечтой. Но в 1910 году для дома петербургского промышленника Филадельфа Бажанова Рерих выполнил семь больших панно под названием «Богатырский фриз». Его героями стали персонажи русских былин Садко и Микуласеленинович, Илья Муромец и Вольга Святославович, безымянный Баян и Итис. Николай Рерих заявил о себе как выдающийся театральный художник, создав сценографию к операм и балетам на славянские и древнерусские сюжеты, таким как «Снегурочка» и «Князь Игорь», «Псковитянка» и «Весна священная». В каноны года Великой Отечественной войны Рерих написал немало картин, посвященных древнерусским героям и былинным богатырям. Александр Невский и Мстислав Храбрый, князь Игорь и Святогор-богатырь словно вернулись из глубины веков и встали на защиту Отечества. Художник писал, «Русь всегда склонна к мирному преуспеянию, но остерегись разгневать ее, остерегись вторгнуться в ее священную землю. Проснулись богатыри и уже не задремлют на несменном дозоре». Когда-то Николай Рерих мечтал, чтобы его картины из славянской симфонии экспонировались вместе. Еще будучи выпускником, готовясь к диплому, он писал, «В древней и самой древней Руси много знаков культуры. Наша древнейшая литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники. Художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей». Для нас, русских людей, искусство всегда сакрально. Это очень высокая степень субъективности. Самая важная основа, из которой следует исходить, такова. «Пишу не то, что вижу, а то, что хочу, чтобы увидели другие». Вот эти акценты, которые надо разгадать, надо увидеть, это и задача понять любого зрителя. Например, Фридрих Шлегель говорил так, «Есть живопись созерцания, а есть живопись томления». Конечно, живопись созерцания – это состоявшаяся картина, которая живет уже сама по себе. А живопись томления – это художник много вложил спонтанного чувства, и картина больше говорит о сиюминутности, о его состоянии в тот момент, когда он писал. Мера объективности и субъективности может быть разной. Настоящая картина, которая остается в истории, это картина, которая выразила дух эпохи, значит, художник должен умереть. Умереть в картине, так же, как и режиссер должен умереть в спектакле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok